Партнер, который в компанию пришел, когда ему был 21 год. Этот человек и служил на входе, на входе, на входе, нет, охранником был я когда-то, да, на флоте. И, значит, поваром успел где-то поработать. И есть интересный факт о нем. Заработал на новый Mercedes, находясь в Париже без абсолютно активной работы. То есть ты в Париже отдыхаешь, классно проводишь время, заработал на Mercedes. Прикольно? Чек номер три компании. Партнер компании Global Intellect Service в статусе вице-премьер Дмитрий Соловичук. Здравствуйте еще раз. Обещал вчера зажигательный контент. И надеюсь выдать его за 19 минут и 50 секунд. Сейчас у меня, как обычно, первые 30 секунд это необходимо включиться, прийти в себя, потому что я каждый раз волнуюсь, не знаю, с чем это связано. Я думал, что после 30 лет волнения пройдут, но, как оказалось, после 30 люди тоже как-то переживают. Да, так получилось, что я в эту компанию пришел в 21 год, и в этом году мне исполнилось 30, и вот время как-то летит, и для меня действительно эта компания, это часть жизни. Я так безумно люблю каждого причастного человека, нашему сообществу, нашему продукту, нашей компании. Вы даже себе представить не можете. Вот все два дня думаю об этом. Окей, поехали. Два фактора для создания миллионного дохода. Начнем с того, что, наверное, миллионные доходы в целом-то и не всем нужны. Вы знаете таких людей, которым нужны миллионные доходы? Поднимите руку, кто знает. А знаете таких людей, которым не нужны миллионные доходы? Ну, тоже есть. Все, то есть тут необходимо в первую очередь определиться для получения миллионных доходов, нужны ли они нам на самом деле. Поэтому с чего необходимо начать? Это определиться то, зачем вы пришли в компанию Global Intellect Service. У каждого свои мотивы, у каждого своя мотивация. Я в 21 год, когда сюда пришел, меня мотивировало три вещи, как говорится. О, три. Первое. Деньги. Второе. Деньги. И третье. Деньги. Все, мне вообще было фиолетово на все остальное. Вот это единственное, что меня мотивировало. Деньги, деньги и еще раз деньги. Потому что что? Потому что голодный сначала будет есть. И ни о чем другом я даже думать и не думал. И ни о какой команде, ни о каких там долгих длительных отношений. В моменте времени бы заработать деньжат на следующий платеж по замечательному кредиту. Поэтому необходимо определиться, зачем вы здесь. Ответьте себе на вопрос, запишите этот вопрос или сфотографируйте этот слайд. Посидите сегодня вечером в номере, в гостинице, с друзьями, с партнерами, с командой. И поразмышляйте. А зачем вы в этом бизнесе? Зачем вы сюда пришли? Кто-то пришел потусоваться. Кто-то пришел, сидит и думает, ё-моё, я что за это 10 тысяч заплатил? Уже два дня слушаю какие-то сопли. Алло, алло, что за инфо-цыгане тут? Алло, куратор, верни мне деньги. Кто-то сидит и записывает каждое слово за каждым спикером, внимательно слушает, впитывает те знания, которые передают ребята, стоящие на этой сцене, потому что для него это важно. Кто-то вообще находится не в зале по каким-то причинам. Правду говорю. Поэтому зачем ты пришел в компанию Global Intellect Service? И смотрите, в каждой компании есть абсолютно разные категории людей. Я бы хотел сейчас по этим категориям людей пробежаться. Возможно, вы узнаете себя. Или, возможно, вы узнаете своего соседа, сидящего справа. А, возможно, вы узнаете соседа, сидящего слева. Поехали. Суть в чем? Потому что, когда люди занимаются чем-либо без любви и непрофессионально, это можно назвать прекрасным словом под названием халтура. И халтурщики есть в абсолютно каждой нормальной большой компании. Они нужны, они важны, но они делают что? Сквозь рукава. Обычно после них приходится переделывать. Косячно делают ремонты, косячно делают телефоны, косячно собирают автомобили. Это, вы знаете, халтурщики кто? Это когда ты покупаешь новый Mercedes, садишься в салон, а там строчка, ну со строчкой что-то не так. И думаешь, как в машине за 100 тысяч долларов такой ужасный шов. И ты в этот момент понимаешь, что этот шов делал, скорее всего, кто? Халтурщик. Он там ради денег. Он просто пришел и тупо выполняет какие-то механические действия для того, чтобы получить зарплату, для того, чтобы закрыть какие-то базовые потребности. Сегодня он тут, завтра он там, он работает сутки через трое, выходит на подработку. То есть он, в принципе, просто делает механические действия без какой-либо душевной, знаете, вот этой составляющей. Знаете таких людей? В нашем случае это кто? Это ребята, которые, вот знаете, я вот иногда встречаю ребят, они такие, вот лишь бы продать лицензию. Пофиг, что не работает в этом бизнесе, вот лишь бы продать. Сделка ради сделки. Я говорю, зачем ты хочешь подключить этого клиента? Ну как, я заработаю денег. Что получит клиент? Я заработаю денег. Я говорю, это прекрасно, но сделка должна быть выгодна для обеих сторон. Мы не бежим за сиюминутными сделками в моменте времени здесь сейчас. Мы строим долгие отношения, нам не интересно подключать клиента, который завтра будет с негативом вспоминать о нас. Нам интересно подключить клиента, сделать ему результат, чтобы он кайфанул, чтобы он получил финансовую отдачу, чтобы он каждый месяц проплачивал абонентскую плату, заказывал рекламу, еще и нас рекомендовал своим друзьям. Это же наша конечная цель. Мы же не прибегаем на встречу для того, чтобы… О, спасибо. Мы не прибегаем на встречу для того, чтобы в моменте времени заработать. И сейчас за мной наблюдает в инстаграме одна девочка, я ей продал лицензию, подключил на лицензию за 2400 рублей. С тарифа 2400 рублей, моя комиссия 800 рублей. И вот она смотрит второй день в инстаграм, и она понять не может, типа, что я за 2400 приехал? Типа, в чем прикол? Чем ты занимаешься? Откуда у вас такие менеджеры? Сисадмины или как меня только еще не называли, когда я работал с предпринимателями? Да, в общем, халтурщики есть везде, халтурщики есть и у нас. И, к счастью, то, что мы в нашем сообществе формируем культуру, мы работаем, мы работаем в рамках этического кодекса, мы прокачиваем своих партнеров и стремимся к тому, чтобы наши партнеры работали экологично. То есть для нас это очень важно. Поехали дальше. Когда я без любви, но профессионально, и вы тоже знаете таких людей, которые классно продают лицензии, закрывают сделки, подключают партнеров, в принципе, зарабатывают деньги, то можно эту историю назвать работа. То есть ремесло, работа – это когда я без любви, но профессионально. То есть знаем, что делать. Приходим как на работу, работаем системно, повышаем уровень экспертности для того, чтобы больше получать денег. В принципе, строим карьеру. Но сегодня мы можем здесь строить карьеру, завтра мы можем строить карьеру в другой компании. И мы тоже знаем таких людей, которые сегодня здесь, завтра там. Почему? Потому что у них исключительная финансовая мотивация. То есть им необходимо зарабатывать деньги. И кроме денег ничего не интересует, так же, как меня в самом начале. Деньги, деньги и еще раз деньги. Это про них. И такие ребята тоже в целом есть в любой нормальной компании. Эти ребята находятся в постоянном поиске. Эти ребята ищут свою любовь, которой они готовы были бы отдать всю оставшуюся жизнь. Вы знаете таких людей? Я тоже знаю. Я за 9 лет, знаете, разного повидал. У нас в компании были ребята, которые уходили, например, потому что не сделали финансовый результат. А были ребята, которые уходили после того, как сделали ошеломляющий финансовый результат. И они уходили, потому что им, возможно, где-то показали более жирный маркетинг-план. И сегодня они с нами. Завтра они побежали к другим. Послезавтра им показали еще более выгодный маркетинг-план. 500% в месяц. И они уже там. А потом куда-нибудь улетают. В Турцию. И социальные сети удаляют. Ну, поняли ее, да? Поехали дальше. Когда с любовью, но непрофессионально. И такие ребята тоже есть абсолютно везде. И наша компания не исключение. Когда люди делают с любовью, с душой, с заботой, с горящими глазами. Вот знаете, они все готовы отдать, потому что им это безумно нравится. Они безумно любят эту историю. Они прям вовлечены в процесс. Они каждый день в офисе, каждый день на мероприятиях. Внедрение кто? Я. Презентацию кто проведет? Я. Обучение кто проведет? Я. Школу кто организует? Я. Кто там организует рыбалку? Я. 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 Вот. Везде я. И это с любовью ребята делают. Ну, на 100% выкладываются. В нашей компании, к счастью, тоже есть большое количество таких ребят. Которые отдают все цело, как бы себя, свою душу, сердце. Которые данному бизнесу, данному сообществу помогают нам. И таких ребят можно назвать, таких ребят можно назвать, как, знаете, люди, которые занимаются этим бизнесом, как хобби. То есть для них это вот какая-то отдушина. Возможно, у них даже на стороне есть хорошие источники дохода. То есть это, возможно, ребята, которые построили уже где-то карьеру. Это ребята, которые, возможно, уже организовали какие-то серьезные инструменты, которые дают им финансы. И они здесь вот просто как-то для отдушины занимаются самореализацией. Понятное дело, когда в компанию приходят люди исключительно ради денег, да, там, мотивация, деньги. Но в нашу компанию приходит огромное количество людей, которые уже состоялись. В бизнесе, в карьере. У меня даже есть кейс, у меня в команде есть долларовый миллиардер. Вот фишка в чем? Вот как заимотивировать долларового миллиардера заниматься UDS? Вот что он может здесь увидеть для себя? Ну, в плане денег. Он говорит, вот это квест, прикиньте. Я прихожу, а они говорят, скачивать не будут. Да, 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 это было весело на самом деле. Долларовый миллиардер, я ему говорю, что у нас можно в маркетинг-плане по партнерской программе с командного видов вознаграждения зарабатывать 16 миллионов рублей. Он говорит, Дмитрий, не дай бог, я столько мало зарабатывать буду. Не дай бог просто. Но он здесь нашел себя. То есть он нашел с точки зрения не денег, а он увидел сообщество, он увидел комьюнити. И через какой-то период времени он мне признался и говорит, Дмитрий, мне было очень интересно и любопытно работать с молодыми ребятами, у которых глаза горят. Потому что у меня в окружении уже все сытые котики, никому ничего не надо, никаких целей, никаких амбиций. Уже все купили, все попробовали. Уже там самый дорогой вискарик с коньяком выпили, самые дорогие гостиницы посетили. В общем, уже все повидали. Единственное развлечение – это помериться, у кого яхта длиннее, у кого там машина последней модели и так далее. И говорит, это скучно. То есть когда это месяц, год, два, три, а когда это последние 15 лет, это все, уже никакого кайфа от жизни нет. И мне было очень интересно работать с вами, с молодыми голодными ребятами, у которых глаза горят. Вот это я себе квест купил. Вы бы только знали. И поэтому ребят, которые занимаются с любовью, но не профессионально, можно назвать это, что они занимаются хобби. И в то же время есть люди, которые занимаются данным бизнесом с любовью и профессионально. Вот, с любовью и профессионально. Я, кстати, тоже проходил разные истории. То есть я там, у меня была стадия, когда я и без любви, и не профессионально. Это я ходил, говорю, купи UDS, да ты ничего не понимаешь. Мы самые лучшие, да. Вот, а мне говорят, тебя там что, куда там все, кто затянули? Ты с ошарашенными глазами, потому что бежишь в рынок, и всем давай, давай, быстрее, быстрее, делай бизнес, думай бизнес, место в бинаре занимай, я тебе говорю, давай, ё-моё. Все через это проходят. Я не исключение. И меня почему-то все как-то… Короче, у меня конверсия низкая была. Очень низкая конверсия была. Потом были моменты, когда я занимался этим бизнесом уже с любовью, но профессиональные навыки, так скажем, надо было подтянуть. Вот, и сейчас я занимаюсь бизнесом с компанией Global Intellect Service с любовью и профессионально. И в нашей команде… Спасибо. За вот эти 9 лет сформировалось очень большое количество людей, которые этим бизнесом занимаются с любовью и профессионально. Вы даже не представляете, с какой самоотдачей в этой команде, в этой компании работают люди. Вы даже не представляете, и этих людей достаточно много со стороны руководства. Я знаю, как впахивают наши программисты, я знаю, как впахивает Айрат, Булат, Сергей. Все ребята 24 часа в сутки, 7 дней в неделю с нами на связи. Я как лидер очень много коммуницирую с ними по разным вопросам. Ребята всегда очень быстро отвечают. Они на острие ножа находятся, потому что они занимаются этим бизнесом с любовью и профессионально. В то же время есть большое количество лидеров, которые точно так же 24 на 7 пашут просто изо дня в день, изо дня в день, из года в год, из года в год на общий результат. Достигают общих целей. Это все ребята, которые по сути сидят перед этими столами. Это ребята, которые проходят огонь, воду, медные трубы. Там, знаете, бывают иногда такие фантастические дискуссии, вы бы только знали. Потому что мы как семья, а в семье иногда хочется… Вот так вот сделать, куда ты лезешь вообще? А потом иди сюда поцелую, моя роднулька. Вот, и поэтому таких людей можно назвать эту историю, когда мы занимаемся с любовью профессионально, вот эту историю можно назвать искусством. И вот большие результаты создают люди, которые в своем направлении занимаются искусством, дорогие друзья. Понимаете о чем? И если вы хотите создавать большие результаты, вам необходимо полюбить это дело, стать профессионалом и заниматься здесь искусством. С любовью, качественно, профессионально, на постоянной основе. Как я влюблялся в наш бизнес? Самый ключевой момент, потому что я же сюда пришел из-за чего? Кто помнит? А второе? А третье? Ну все. Все понятно. Чистый расчет. Первое. И самое основное, на мой взгляд, это, естественно, мероприятие. Кто-то сейчас сидит в зале, и у вас сейчас вот случается момент, вот первая любовь, ну первая любовь вот эта. Вы влюбляетесь в компанию, в продукт, в сообщество, в команду, у вас сейчас горит сердце. Вы принимаете решение развиваться в этом сообществе, вы принимаете решение строить здесь карьеру, вы принимаете решение, что будете заниматься этим бизнесом с любовью и профессионально. И это вот на этих мероприятиях проходит. Конечно, девочка в седьмом ряду сидит в телефоне и, возможно, даже не слышит, что я говорю, потому что в инстаграме увлекательней. И такое тоже может быть, но кто-то примет решение. Поэтому первое, необходимо посещать все мероприятия компании. У нас есть событийная линейка, и эта событийная линейка была создана неспроста. Эта событийная линейка создавалась профессионалами, оттачивалась на протяжении девяти лет. И если вы приходите в компанию, точнее, когда вы приходите в компанию, включаетесь в процесс, в механизм событийной линейки, вы на этом конвейере становитесь профессионалом, потому что она нацелена всецело для того, чтобы делать вас суперэффективными партнерами. И второе – это, естественно, люди. Мне предлагали разные истории, меня приглашали в разные коллективы, особенно, ну, я вообще так-то, парень харизматичный, красавчик, 30 лет, заряженный, молодой, амбициозный, профессионал еще. Обычно после таких мероприятий ко мне подходят и говорят, «Дима, пошли к нам в компанию, сколько ты там заработал, а? Ну, сколько там? Давай мы тебе столько же дадим, еще квартиру, машину, погнали с нами, поставим тебя где-нибудь наверху, будешь руководить нам, все, погнали с нами бизнесом заниматься». Но я почему не иду? Потому что этот бизнес не только про деньги. Когда ты доходишь до этого уровня, мне плевать, что там предлагают. Мне плевать, какой бы чек мне не предложили, какие бы мне золотые горы не нарисовали, сколько бы машин не дали, сколько бы квартир не подарили, мне абсолютно все равно, потому что я эту историю не променяю на то сообщество и на тот бизнес, который я здесь выстроил на протяжении 9 лет. И вот здесь, да, спасибо большое. И вот здесь, мне здесь хорошо. Вот с этими людьми, вот в этом коллективе мне очень хорошо. Я чувствую себя прям максимально счастливым человеком. Ну вот, правда скажу. Я вчера сидел, я чуть не плакал, короче, я такой думаю, ну и вчера, позавчера я сижу в спа-зоне такой, сижу в спа-зоне в Ридскалтере, Карлтоне такой, сижу такой, смотрю направо-налево, думаю, господи, а как так произошло, что такая прекрасная жизнь у меня случилась? Я же там типа 9 лет назад за 15 тысяч в месяц работал. То есть как так произошло? Повезло. Поэтому наш бизнес, это в том числе и люди, и с этими людьми мне комфортно, с этими людьми мне по пути. Я уверен на 100% в этих людях. То есть я знаю то, что они меня не подведут, и они точно так же знают, что я их не подведу. И в этом сила нашего сообщества. Поехали. Как я становился профессионалом? С любовью все понятно, с любовью попроще. Увидел, полюбил, все. Дальше просто начинается процесс выстраивания прекрасных отношений. Иногда вот так вот, иногда я тебя ненавижу, иногда иди сюда, я тебя люблю. Со страстью. Как я становился профессионалом? Во-первых, я дал себе время. Вот, вот таким вот парнем я пришел, кстати, можете посмотреть. Если вдруг кто-то сейчас сидел и на предыдущем спикере думал, как так, они заработали 1 миллион 660 тысяч рублей за первый месяц, а я столько не заработал. Ребята, знаете, я за первый год заработал 56 тысяч, как бы. Все нормально. Все нормально. У вас тоже все получится. Все четко. Я дал себе время для того, чтобы здесь построить карьеру. Для того, чтобы построить карьеру в любой компании, в любом направлении, для того, чтобы освоить специальность, профессию, в любом случае необходимо какое-то количество инструментов в виде навыков приобрести. Необходимо стать профессионалом, необходимо все изучить. Дайте себе время. Но вы за один месяц здесь профессионалом-то не станете. Но фишка нашего бизнеса в том, что вы можете идти в рынок каждый день, совершать действия, нарабатывать опыт, нарабатывать компетенцию, нарабатывать свои профессиональные навыки, прокачивать себя. Прокачивать себя каждый день. И для вас это будет стоить 0 рублей, 0 копеек. Потому что если вам кто-то сказал нет, ну ничего страшного. Для того, чтобы стать высокоэффективным и профессиональным хирургом, необходимо создать вокруг себя целое кладбище. По факту. Нам это кладбище создавать не нужно, просто отказы. Понимаете историю? Так что нечего переживать, просто идем и делаем. Вот, первое, дайте себе время. Я дал себе 5 лет. Как я выбирал именно эту цифру? Я думаю, ну 5 лет люди учатся в университете для того, чтобы потом всю жизнь зарабатывать на 5000 рублей больше, чем официант. Такой думаю, если я здесь в компании 5 лет дам себе для того, чтобы стать профессионалом, ну как бы, наверное, будет все логично. Окей. Первый курс у меня, получается, результат был не очень, как вы уже поняли. На второй курс у меня результат за второй год был в районе 200 тысяч. Третий год у меня, получается, результат был в районе 1,5 миллионов. Четвертый год результатом чуть больше 10 миллионов. В итоге, к 25 годам я стал уже таким стабильным, махровым миллионером и собирался на пенсию. Следующий инструмент, который я для себя рассмотрел, это VIP-клуб, это VIP-обучение нашей компании. Почему? Потому что есть четкое разделение, есть контент для всех, а есть контент для тех, кто развивает бизнес серьезно, стабильно, надолго. То есть мы разделяем клиентов и партнеров. И на закрытых VIP-обучениях идет формат подачи материала на принципиально другом уровне. Мы там собираем концентрат самых высокоэффективных партнеров со всех регионов, и вы в один момент времени можете весь их накопленный опыт получить. Следующий момент, буду ускорреляться, это стопроцентная связка и работа с кураторами. У меня есть моя первая любовь, это моя супруга замечательная, и сейчас вторая любовь закроет уши. Потому что ее зовут Наталья, я переживаю, а вдруг ее молодой человек начнет ревновать. Потому что я ее безумно люблю, это человек, которого я уважаю, просто до мозга костей, это девушка, просто сказка, фантастика, мечта. Это уже, знаете, это член семьи. Я ей настолько сильно благодарен, вы бы только знали, мы с ней прошли и огонь, и воду, и медные трубы. Я хотел признаться ей в любви, но не буду, потому что она с молодым человеком сидит. Да и жена не поймет, типа, что ты специально меня не взял с собой, чтобы Наташе в любви признаться. В общем, Наташа, я тебя сильно люблю, искренне. Благодарю тебя за то, что ты у меня есть, а я есть у тебя. И у нас суперкрутой тандем. Также я хочу поблагодарить Ивана Сорокина. Это мой старший брат Александра Свистунова, младшего братишку тоже хочу поблагодарить. Ну, по статусу просто еще уж дорастет, буду говорить старший брат. В общем, хочу поблагодарить своих кураторов за то, что они верили в меня, были со мной. И мы реально стали уже как семья. Видите, у нас даже есть коронные фишечки, старший, младший, уже все роли распределены. Вот, я хочу поблагодарить еще раз руководство Вячеслава Ушенина, всю компанию. То есть я завоевал доверие лучших из лучших. Чем я это доверие завоевал? Да тем, что на меня можно положиться. Да то, что я завтра из компании никуда не уйду. Мне доверяют сцены, мне доверяют компанию изнутри, стратегию определяют, доверяют. Почему? Потому что они уверены во мне на 100%, так же, как и я в них. И ваша задача, если вы хотите стать профессионалом, ваша задача попасть в этот коллектив самых эффективных партнеров и завоевать их доверие. И самая простая ступень – это завтрашнее обучение. Просто примите решение стать здесь профессионалом. Нажмите кнопку в бэк-офисе. И завтра будет уже принципиально другой полет. Таким образом, в компании появляются лидеры, появляются те, за кем дальше идут люди. И это и есть основная сила нашей компании. Это и есть основная сила нашей компании – люди. Поэтому весь мир у наших ног. И только тебе решать, кто ты в этой игре. Огромное благодарность каждому из вас. Давайте поаплодируем друг другу. Спасибо большое, Дмитрий Соловичук.